Поэтому соберу там кусочки вам видео за эти дни, сколько я там в разных местах был. Друзья, мы с вами опять Павлов университет. Первый, нет, в Петроградке опять дождь пошел. С Клирпсом, друзья. Ну что, каждый раз настроение улучшается, да? Дождь поднимается после Зубнова, когда что-то сделали. Сильнейший ветер, смотрите, какой сильный ветер. Зонт не выгибается, ничего с ним не происходит абсолютно. Вот, против ветра, видите? У меня аж тянет его. Это Клирпс, друзья. Так что даже не думайте о другой вариант. Это самое лучшее, что можно купить. Привет, друзья. Сегодня очередной выход. Будем искать интересный городской арт, загородный. Посмотрим, что из этого выйдет. Какое себе удовольствие идти по дороге. Не советую, ребята, двигаться вам по дороге. Особенно в параллельном. Друзья, раннее утро. 7 утра. Суббота. Праздники продолжаются. Но, слушайте, бывают моменты, когда одновременно получается сразу несколько каких-то пришествий озарений. В данном случае технических появляются инструменты внезапно, да? И, в общем, раздумья. Делать или не делать. Причем, это все сопоставимо с большим количеством занятий времени. То есть, это будет, ну, такой сильный шаг. Как больше работать и что-то совершенно новое. Ой, не знаю, друзья, что получится из этого, честно говоря. Как-то, ну, все это как-то одновременно во времени. Поэтому у меня неоднозначные мысли. Но решение все равно я приму. Не знаю, будет это да или нет. Посмотрим. Сказали, что я первый сегодня посетитель. Закрылось всю ночь раньше. У меня сегодня пришел первый посетитель Макдональдс. Сказали, что день будет классный. Ну, наверное, действительно, может быть, поможет мне это решение. Ну, в общем, друзья, я решил начать с кофе. В 7 утра. Сегодня первый посетитель. И, может быть, мне это поможет решить эту задачу, которую пока я не могу в голове сложить. Раздвояется у меня нечто. Привет, друзья. Вечерним вечером я все-таки решил немножко записать. Принял я решение, друзья. Хотя выбор был непрост. Все-таки Pro или Air 2 или Air 2S. Но, слава богу, есть сообщество людей по всему миру, которые занимаются YouTube. И которые реально пользуются этими девайсами. Они мне помогли сделать выбор. Сделал, конечно, я его сам. Но, посмотрев видео ночной съемки, посмотрев и сравнив на увеличении, ссылки я прикреплю на этих друзей, я пришел к выводу. И особенно меня потрясла съемка, слежение объекта с новыми датчиками, которые в Air 2S. Ну, прошка, конечно, тоже все здорово. Но, в общем, друзья, скоро, я надеюсь, я встречусь со своим новым другом. И благодаря вам, я надеюсь, что канал будет расти. Надеюсь, что этот новый инструмент позволит мне перевести канал на другой уровень. Посмотрим. Ожидание, да? Волнительное ожидание. Как всегда. Ну, надеюсь, что все нормально будет. Скажите мне про естественное образование таких облаков. В гидрометаллогическом учился. Если вы найдете кваскарцию такую, я буду очень рад. Дес, друзья, это недалеко от Пионерской. Здесь видите, какие дебри. Практически лес, можно сказать. Да, друзья, что-то здесь серьезно. Глубина такая, метра вторая. Там неинтересно. Я думаю, что это связано с углублением углов арки, скорее всего. Потому что я говорил, тот берег тоже они прочистили. Ну, соответственно, дерево стали падать. Ну, похоже, водичка дошла. Асфальт, правда, еще не пошел. Но я думаю, что пойдет скоро в ближайшее время. Да, остановились. Я думаю, что все будет хорошо. Здесь очень много детей просто. Проварился асфальт. Адвай, не трогай. Прошло не так много времени, как с Пашей мы запустили наш первый полет. У меня сейчас перестраиваются мышцы, поэтому я немножко буду по-другому говорить какое-то время. Сегодня я отправляюсь за город. Но я с собой не беру ни камеру, которую я уже засомневался, что мне нужно после того, как посмотрел фотографии, сделано с дрона. Друзья, 20 мегапикселей. Ну, я пока даже JPEG использовал без всяких RO-конверсий. Но вот на выходных буду смотреть это уже в ROV-разрешение. Попробую что-то снять. Доложу вам. И могу сказать, что это, конечно, новый шаг. Почему я считаю, что это будущее. Что вот эти штативы, насадки, объективы, все это уйдет в прошлое. С появлением вот таких дронов. С матрицей больше, чем на моей Sigma. Ну, в общем, мощно. Мощно, друзья. Ну, а пока пишите комментарии. И трансляцию я переношу на, наверное, выходные дни. Привет, друзья. Я сегодня опять на Петроградке. Опять к зубному врачу, друзья. Идти страшно, конечно. Но одно успокаиваю, друзья. Когда все это закончится, мне будет совсем хорошо. Круто. Здесь даже велодорожки есть. Круто. Всякие тут программы поставили. Вон, смотри, дополненная реальность. Слушайте, ну вообще была помойка. Совершенно. Здесь катера стояли, и все развалено было. Посмотрите, какую красоту здесь сделали. На набережной карты. Я, честно говоря, удивлен очень. В общем, друзья, называется это Кинетические структуры. Заполненная реальность. Сейчас проверим. Надо скачать приложение. Сейчас скачаю, посмотрим, что из этого выйдет. Написано, что надо на картинку навести. Я сейчас свел. Навел. Ну и чего? На картинку. На какую картинку? На какую картинку-то я не понимаю. На вот эту картинку, что ли, я не могу понять. Вот она как действует, друзья. Наводится на картинку и что здесь получается. Ну да, прикольно. Ну что-то, да, интересно. Необычно. Вполне. Друзья, как вам такая штука? Все, всякие штуки растут. Ну да. Необычно весьма. Я бы сказал так. С другой стороны, правда, ничего нет. Друзья, здесь вообще раньше включал был. Помоечные всякие катера стояли. Самое интересное, что эту часть всегда затапливала первая... Это самая низкая часть Питеры. Одна из самых. Здесь я как-то ехал по этой противоположной дороге. Здесь лед прямо на дороге был. То есть, понимаете, подъем на 2 метра, на 3. И уже катастрофа. Сейчас здесь ее еще раз чистят. Но то, что построили сзади, конечно, меня не отлично. Я порадовался, конечно, друзья. Насколько здесь интересно сделали берег. Насколько здесь цивильно здесь. Супер вообще. Ну да, друзья, здесь много сквейтун всяких разных интересных качелей. Люди качаются. Друзья, я обалдел. Удивлен, что здесь... Как это сделали классно. Успел выйти из оливок. Уже попал на выставку художников. Петроградка веселое место всегда было. И в 90-м тоже. Кстати, первый в городе Макдональдс. Здесь за мной спиной. Здесь, кстати, и брат снимали тоже в этом же Макдональдсе за мной. Так что в Петроградке много всяких культовых мест. Ну, некоторых я рассказывал. Уже Камчатка та же самая. Сколько лет я ходил по этому переходу? О, так, наверное, тоже будет видно, да, друзья? Но не то, что для тупых, но для тех людей, которые вообще не смотрят на небо. Сообщаю, друзья. Это не облака. Не облака. Друзья мои, я иду за суши. Хотел полетать сегодня, друзья. Но у нас с 1-го числа по 6-е закрыто полностью небо. От нулевого горизонта до максимума. Зона 120 километров. Учая граница выбор. То есть вообще никак летать нельзя. Но поскольку я законопослушный гражданин, вы знаете, такой фильм замечательный был. Отличный фильм про инженеров. Я тоже законопослушный гражданин, поэтому я летать не буду. Сегодня невероятная жара. Где-то под 30 градусов. Я вот тут нашел дубок молодой. Вообще никаких повреждений на нем нет. Сейчас все гушует, цветет. Посмотрите, кстати, мои дубовые методы. Это имеет отношение в том числе к пейзажной фотографии. И не только. Но мы обязательно в плахну вернемся. Как только все это закончится. Штука с ограничениями. Мы с вами полетаем. Все ветки много. Видите? Все. Так, нет. Старых очень мало. Практически непонкустая. Ну, в общем, друзья, ситуация патовая, можно сказать так. Объясню ситуацию. У нас был форум. С первого, по-моему, по шестое число небо было закрыто в радиусе 120 км от нулевой отметки. От земли. И сегодня я получаю письмо о регистрации бесплотника. Пока они там разбираются с тем, что эта модель пока еще в реестре не находится. Ну, там разберутся, я думаю, в ближайшем. Но самое главное не это. Самое главное, что новость очень хорошая для многих владельцев дрона. С 11 числа из-за футбольного чемпионата по 17 июля, на месяц даже больше, закрывается небо тоже радиусом, ну, вороны летят 110 км от точки. То есть, ну, практически... Снять, конечно, можно будет, если выехать куда-то за Приозес, туда дальше. А так вообще от нулевой отметки, от уровня моря и вверх там до 2 км, по-моему, до 2,5. Все небо закрыто. Сегодня, 7 число, друзья, остается 8, 9 и 10. 11 с нуля уже. То есть, 3 дня на то, чтобы полетать. Если мне сегодня пришлют документы с номером регистрации, соответственно, у меня будет возможность эти 3 дня куда-то съездить и что-то снять, фото какое-то, то, что я хотел. Ну, а для тех людей, которые сейчас только покупают дроны и собираются их взять с собой в Питер на чемпионат, могу вас сразу расстроить по полной. Будут разрешено летать беспилотникам, которые будут блокировать, сбрасывать сетки, ну и подобные, там, МЧСовские всякие. Поэтому не рекомендую вам нарушать. Понятно, что если вы там купили беспилотник за 1500 долларов, наверное, не жалко будет что-то снять и потерять его, ну, получив штраф там вдогонку. Но если беспилотник стоит совершенно других денег, да, как в моем случае, то, честно говоря, рисковать не хочется, во-первых. Во-вторых, все-таки эта ответственность лежит на самом пилоте. А поскольку я, так же, как в фильме, законопослужный гражданин, я этого делать не буду. Поэтому месяц будет потерян, за исключением дальних расстояний. Поэтому, друзья, если что-то получится, я, конечно, выйду в какой-то другой, может быть, город в этот месяц. Но пока у меня есть три дня, чтобы что-то вам показать. Что вы по этому поводу думаете всего? Ну и расскажите, может быть, вы какое-то другое мнение считаете, что можно летать, нарушать.